40-летняя Оксана Лаврентьева порадовала поклонников откровенными фотографиями. Актриса и бизнес-леди призналась, что ради желаемой фигуры пахала в спортзале. Звезда фильма Юленька поделилась смелыми кадрами. Оксана позировала в обнаженном виде, лежа на постели. Светская львица заявила, что подобными кадрами можно мотивировать людей заниматься спортом. По ее словам, она много времени потратила, чтобы добиться необходимой ей физической формы, и очень довольна результатом. «Увидев это фото, я поняла, что пахала в спортзале не напрасно, и бросать нельзя», — сообщила Лаврентьева. Оксану поддержал ее муж, модный писатель Александр Цыпкин. «Да, я одобряю такую фотографию своей жены в ее Инстаграме», — заявил он и выложил два пикантных снимка. Автор бестселлера «Женщина непреклонного возраста» призвал фоловеров вдохновиться примером своей возлюбленной и бережно относиться к своему телу. Бог дал человеку тело, душу и разум, все они должны существовать гармонично. Сегодня о теле. Берегите свое тело, любите его, следите за ним, ходите в чертов спортивный зал. Если есть возможность, обязательно регулярно ходите к врачам и проверяйте свое тело, чтобы успеть просто успеть. «Все скоротечно, но многое в наших зачастую безответственных руках», — написал Александр. На слова Цыпкина с юмором отреагировал Максим Виторган. «Ладно уж, выкладивай теперь свою сессию». Пади не устоял тоже, нафоткался, ню, поинтересовался актер. Совершенно другую реакцию эти снимки вызвали у бывшей супруги Максима, Ксении Собчак. Телеведущая заметила, что не одобряет откровенные фотосессии. Давно заметила по фоткам в Инстаграме, чем больше степень женского отчаяния, тем галее фотки. Причем, если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в Сорока плюс это уже выглядит как отчаянный призыв «хоти-хоти меня скорее», — поделилась своим мнением скандальная тележурналистка. Впрочем, большинство подписчиков Ксении не поддержали ее слова. Многие признались, что с ее репутацией странно рассуждать о скромности. «Я не понимаю такие посылы. Тебя что, попросить пооголяться, или наоборот, отметить твою ум и стеснительность? Может проблема в том, что чья-то фигура позволяет красивое обнажение, а чья-то нет. Странно это определять возрастом. В 40 лет можно роскошно выглядеть», — написали фоловеры. Слова Ксении прокомментировал и Циткин. Он удивился, насколько жена Константина Богомолова увлечена персоной его жены. «Не завидуй. Отстань уже от Оксаны. Ну стыдно уже. Ты как отверженная поклонница, ей прохода не даешь. Смешно. Ну не хочет она с тобой дружить. Бывает. Забудь и все», — иронично ответил писатель. Примечательно, что телеграм-канал «Антиглянецы» опубликовал два пикантных снимка — Собчак и Лаврентьевой. Журналисты предложили своим читателям проголосовать за понравившийся образ. Ксения проиграла, за нее отдали голоса 30% пользователей, а за Оксану — 70%. Увидев это, жена Константина Богомолова высказала бурное возмущение, а затем вынудила телеграм-канал убрать опрос. Лаврентьева дружит с семьей Максима Виторгана. Так она вместе с избранницей артиста, Нино Нинидзе в бикини позировала на отдыхе. Бизнес-леди прокомментировала резкие высказывания Михаила Боярского о женщинах. Оксана эмоционально высказалась о хейтерах в сети. По ее словам, зачастую завистники свою необоснованную критику называют проявлением свободы слова.